Бет Шаббат называется Шаббат Шува. Есть кто-то и называется Шаббат Шува, а на самом деле много говорят, что это ошибка. Это не Шаббат Шува, потому что от слова Раскайна, а Шаббат Шува. Почему называется Шаббат Шува? Потому что автора, который мы читаем, начинается со словами Шува Исраэл Ад Ашеб Элокеха. Очень известная автора. Это автора из книги Ошея. И есть разные мнения, что читают после этого, добавят или не добавят, но по крайней мере все согласны, что начинается со словами Шува Исраэл Вернуй Исраэл Ад Ашеб Элокеха до свищи твоей Бога, потому что ты столкнулся с твоими грехами. Следующий посыл. И продолжает посыл. Все комментаторы, Малбом и других, они обращают внимание и спрашивают, зачем это повторение, во-первых. Почему начинается Шува Исраэл, вернутые евреи до свищи, Ад Ашеб Элокеха, потом Кихуи Махем Дворим, Вишува Элокеха, потом вернутые к Богу, опять вернутые к Богу. Более того, есть большая разница между первым посылом и вторым посылом. Первый посыл, который мы читаем, это на самом деле второй посыл, глава. Шува Исраэл, это единственное число. То есть вернут Шува Исраэл Ашеб Элокеха. А следующий посыл, Шува, Кихуи Махем Дворим, Вишува, множественное число, вернитесь вы, вернитесь к Богу. А почему это изменение? Сначала обращают к евреям как один, и потом обращают к евреям как много. Есть подход к Малбом, это достаточно тоже известно. Рабьяков Каменецкий, своей книгой М.С. Льяков, благодаря нашу Рабьюсу Каменецкий, который обработал этого Тора, его дедушка, Рабьяков, и на его комментарии на этот посыл, он говорит следующее. Он говорит, что на самом деле, для того, чтобы понимать, надо еще одну посыл раньше идти. То есть мы начинаем читать это вторая, 14 глава, второй посыл. А что написано в первой посыл? Почему мы это не читаем? Это отдельная дискуссия. Но там написано, что есть предупреждение. Пророк предупреждает Шомрон, который Теэшам. Шомрон, они виноваты. Из-за того, что Шомрон виноват, они шли против Бога, и они заслуживают свои наказания. То есть мы говорим, говорит Рабьяков Каменецкий о Шомроне, это целая община, или целая группа, это не один человек, который грешил. Это какая-то народная трагедия. Теэшам, Шомрон, целая часть, Клай Исраэл. Всевишний пророк говорит, слова Всевишни, что они ушли сильнее от пути, и они заслуживают наказания. Какое решение? Начинается наше. Шува Исраэл, надо делать шува. Теперь, когда обращает к целому народу, говорит, шува Исраэл, верните Исраэл, потому что один, единый народ, все вместе. Это как один, это народный проблем, это проблема, который целый народ, как один, они ушли от пути, они должны вернуться. То есть это не разных людей, которые каждый должен делать свою, это шува Исраэл, как один целый, надо вернуть к чува. А что говорит пророк поэтому? Говорит пророк, что когда человек думает, а что делать? Я же один человек. То есть получается, что весь народ должен вернуться к чува. А я пришел, я что делаю? Я должен делать, чтобы все вернули к чува. Я не могу делать, чтобы все вернули к чува. Говорит пророк правильно, киху и махем дворим. Вы, каждый из вас, берите с собой твои, твои слова, твои вещи, твои темы. Каждый знает себя, что он должен исправить. То есть каждый знает, что у него есть свои недостатки, несмотря на то, что есть народная трагедия, народные проблемы. Но если что, каждый еврей, есть свой личный путь к Севишне, и он знает, где он ушел от этого путь. Киху и махем дворим. Без шуву, Элашем. Каждый из вас вернутся к чуву, вернутся к Севишне. А через это можно приходить к чува, который целый народ вернутся к чува. Если каждый отдельный еврей, каждый личный еврей, он будет вернуться к чуву, тогда с этого можно надеяться, что народ вернутся к чуву. Очень часто говорит раб Яков Каменецкий, что написано в Талмуде, что человек, который видит, что у него проблемы есть, он должен посмотреть, исследовать свои поступки. Что значит? Если человек видит, что в какой-то сфере он страдает, тогда, наверное, Севишне отправляет меры за меры, на какой проблем, который у него есть, именно в этой теме. Это называется мидар к негад мидар. Говорит раб Яков Каменецкий, тоже человек должен понимать, он делает чува из-за народных проблем, что все это делают, или он фокусирует на его личных проблем. То есть его личный путь к чуву должен быть в своем чуву. Не надо думать про других. Не надо думать, что вот есть проблема в клаве Исраэла, еврейские народы в целом, они неправильно соблюдают этот митсвай или иначе. Это не его дело. Чтобы делать правильное чува, надо фокусировать на себя. А с этого можно надеяться, что весь народ вместе будет приходить к полностью чува. Когда мы сейчас стоим перед шаббатом, шува, последние дни, три дня до Ем-Кипур, и мы все ищем заслуги, чтобы мы все получили записи на хороший год, чтобы Севишний с милосердними судил нас в этот день Ем-Кипур, чтобы дал нам искупление, которое мы все надеемся. То есть часто бывает, что мы думаем, ну смотри, наверное, мы должны справить какой-то глобальный проблем, который есть в еврейском народе. Нет. Ты думаешь о себе. Каждый еврей должен думать о себе. Каждый из вас, говорит пророк, каждый из вас, вы должны делать свою. А если мы это делаем, чтобы мы заслуживаем слова пророка Малахи, шува элайва, шува элехем, если вы вернулись ко мне, тогда я буду вернуться к вам. И Всевишний ждет нас, он ждет, чтобы принять нас обратно с хорошим запасом, с хорошим искуплением. Желаем всем гемар, хатима, това. Дорогие друзья, не забудьте подписываться на наш канал, сабскрайб, пожалуйста, нажмите, ставьте лайк, подписывайтесь. Спасибо большое. Шаба шаба.